Возвращаемся в студию программы «Итоги». Здесь Ян Гермешов и Дмитрий Болотов. Авария на Ческом НПЗ вызвала активное обсуждение ситуации с топливом в Красноярском крае. Может ли возникнуть дефицит для рючева? Повысятся ли цены? Да, и для того, чтобы поговорить об этой ситуации, разъяснить ее, мы пригласили в студию Владимира Суроткина, председателя Совета директоров компании «Красноярский нефтепродукт». Здравствуйте, Владимир Андреевич. Здравствуйте. Ну, чтобы было понятно нашим зрителям, КНП – это компания с государственным участием. Насколько я понимаю? Сколько процентов? Да, конечно. 58% в собственности государства, 58% – и пакет акций. ФРГА принадлежат миноритарным акционерам. И вы один из самых, если сказать так, самый крупный игрок на топливном рынке края. Ну, скорее всего, да. Я даже знаю, что в некоторых регионах представлены, в районах Красноярского края представлены монополистами. Ну, во всяком случае, в отдаленных северных территориях, в Венки, в территориях, в районах Красноярского края, наши автозаправочные станции являются единственными. И мы вынуждены их держать, несмотря на то, что они нам иногда не всегда, иногда убыточные, тем не менее, мы их держим. Ну, я бы с основным участием в компании. Да, конечно. Это ваша миссия. Я предлагаю, прежде чем перейти к дальнейшему обсуждению, посмотреть все-таки, как обсуждалась бензинная тема на этой неделе. Все минувшую неделю после аварии на Ачинском НПЗ Красноярский край обсуждал тревожные ожидания неминуемого дефицита топлива и роста цен на бензин. Формально повод для этого имеется. Вставший завод обеспечивал половину потребностей внутреннего рынка по основным видам топлива. И до сих пор не ясно, на какой период остановлено производство после аварии. Но если разобраться, причин для паники нет. Во-первых, мы уже неоднократно оказывались в ситуации, когда Ачинский НПЗ останавливался на профилактический ремонт в прошлые годы. И опыт формирования запасов и выстраивания альтернативной логистики поставок у нас есть. Ровно как и есть запасы продукции и на самом НПЗ. А во-вторых, краевое правительство в данный момент сконцентрировало все силы на превентивном решении проблемы возможного дефицита. На этот период поставлена задача товаргонским компаниям и министерству разработать план поставок нефтепродуктов на территорию края. И мы совместно с компанией «Руснеев» в настоящий момент этим занимаемся. Также мы уже собирались с основными участниками рынка нефтепродуктов в министерстве, обговаривали, как мы дальше будем на этом рынке работать, каким образом будем обеспечивать нефтепродуктами население края, отрасли народного хозяйства, коммунальные службы, аварийно-спасательные службы, дорожников и так далее. На выручку к нам готовы прийти соседи – Омский и Ангарский нефтеперерабатывающие комбинаты, готовы нарастить объемы поставок Сургут и Уфа. Отдельная тема, характерная для Красноярского края – доступность топлива на северных территориях. На это у нас есть знаменитый северный завоз по рекам. Но и тут все спокойно, поскольку особенности короткой навигации заключаются в том, что запасы для северян формируются в портах сильно загодя, по весне. А сам северный завоз уже давно стартовал. На реку под Каменной Тунгусской мы завезли 6 тысяч по линии северного завоза. На Нижний Тунгусской мы завезли 11 тысяч. То есть все, что было предъявлено администрации, все завезено. По Труханскому району 11 тысяч 300 тонн предъявлено, все завезено. Никакие аварийные ситуации нам уже не страшны, то есть все завезено. И население может не переживать, то есть все доставлено до пункта назначения. Что касается роста цен на бензин, то можно вспомнить, что первые его признаки появились еще за неделю до аварии на Ачинском НПЗ. И связаны они все с теми же причинами, что и всегда. Зависимостью внутренних цен от мировых биржевых котировок на нефть и нефтепродукты. Хотя отдельные небольшие заправщики наверняка воспользуются возможностью поспекулировать на теме аварий на Ачинском НПЗ. Крупные же сети на переговорах в краевом правительстве выразили готовность проявить гражданскую ответственность и не допустить спекуляций со своей стороны. Спекулятивные настроения, которые мы сегодня наблюдаем на рынке, они, конечно, будут. Но мы думаем, что это буквально на ближайшие 10 дней, максимум 2 недели. Все, что происходит на сегодняшний день на рынке, мы способны перебороть эти прогнозы по поводу якобы наступающего дефицита ГСМ. Его как такового не будет. Я предлагаю все-таки эти опасения разделить на несколько тем. Давайте сначала, Владимир Андреевич, поговорим об объемах. Насколько запасы у нас сейчас хороши, мы обеспечены топливом. Государство ставит перед нами задачу о том, чтобы на каждой автозаправочной станции был запас нефтепродуктов не менее, чем на 20 дней. На сегодняшний день по разным видам, по номенклатуре нефтепродуктов запасы от 30 до 54 дней. Это независимо от того, от ситуации. Вот такую норму нам сформулировало Министерство промышленности. Вы говорите о запасах вообще по краю, по всему краю? По всему краю на наших нефтебазах. Нефтебаза является распределительным пунктом. С колес, вернее, с колес осуществляется поставка нефтепродуктов на каждую автозаправочную станцию. В связи с этим, вот, минимум 25 дней мы готовы работать без восполнения наших запасов. Одна из важнейших ваших функций, это как раз перевалка, насколько я понимаю. Северный завоз, он уже обеспечен на сегодня. Северный завоз, вы слышали из информации, которая сейчас прозвучала. Практически мы все свои обязательства перед завозом в Ивенкию, в Туруханский район, это две очень сложных позиции, у нас исполнен. Мы и по Подкаменной Тунгуске, и по Нижней Тунгуске такие, значит, маршруты осуществили. Нам по Северному завозу, значит, на Северной нефтебазе, на Абалаковской нефтебазе лежит где-то около 70 тысяч тонн нефтепродуктов по обеспечению полюса и Норильской горной компании. Они там лежат на хранении, и в зависимости от необходимости мы их отправим, успеем отправить по воде. И осталось обеспечить собственные нужды. Собственные нужды имеются в виду Красноярск нефтепродукты. Ну, на Игарскую нефтебазу надо завести. Нефтепродукты у нас имеются для этого и запасы, и маршруты. Значит, и те автозаправочные станции, которые находятся в ведении самого Красноярского нефтепродукта. По этому поводу у нас вопросы под контролем. Два раза в неделю работает закупочная комиссия. Формирует, изучает и формирует рынок на восполнение тех запасов, которые мы раздаем и реализуем на автозаправочных станциях. Принципиально, вот, сама процедура работы компании стала более тщательной. Она теперь предполагает, что мы анализируем ситуацию и на Саратовском заводе, и на Уфимском заводе. Вы слышали в итогах о том, что говорилось об Омском нефтеперерабатывающем заводе и об Ангарском нефтеперерабатывающем заводе. Я думаю, что в целом вместе с руководством «Газпромнефти», «Роснефти», с участием правительства Красноярского края, мы сделаем все для того, чтобы население эту проблему, во всяком случае, по объемам не ощутило. Единственная, может быть, не очень удобная оппозиция – это ряд тех компаний, которые реализуют нефтепродукты с колес. Раньше они брали на Ачинском заводе, грузили в бензовозы, привозили на автозаправочную станцию, сливали, и население получало из этой автозаправочной станции нефтепродукты. Может оказаться так, что у них плеча не будет, не будет источника, и какие-то автозаправочные станции окажутся без бензина. Но соседние, все, что касается «Магната», и все, что касается «25 часов» и «Красноярск нефтепродуктов», бензин будет постоянно. То есть вы говорили сейчас о самых мелких таких компаниях, которые с колес работают? Конечно, это о самых мелких, у которых нет своих резервуаров для хранения, емкости для хранения. Они обращаются к нам, все, что можно, мы помогаем в тех объемах, которых мы можем принять, похоронить и отдать. Мы такие вещи осуществляем. Мы от Аточинска сильно зависели? Безусловно, мы не зависели. У нас просто с ними есть соглашение, договоренность, как с партнером. И мы ежегодно, прежние времена это было 70% мы получали оттуда нефтепродукты. В настоящее время мы получаем где-то до 50%, 45-48% в год. Нам это очень важно, и эта практика показывает, что на рынке надо иметь ни одного поставщика. Нельзя зависеть от одного поставщика. Вдобавок ко всему, имеются поставщики, которые умеют понижать цену. И все в основном определяет цена. Вот, кстати, о ценах. Потому что как раз после аварии на Ачинском НПЗ активно заказали о том, что если мы наладим какие-то контакты с другими заводами, то у нас, естественно, вырастет цена. Во-первых, она может вылезти. Причем дальше. Да, во-первых, причем транспортное у нас возникает, это раз. Во-вторых, ну, все-таки говорили, вдруг возникнет какой-то дефицит, на этом могли согласиться. В этом плане мы очень серьезно работаем с биржей. Имеется биржа. И биржа закупает нефть, вернее, договаривается о поставках нефтепродуктов у тех трейдеров, которые имеют низкую цену. И я предполагаю, что вот участие биржи приведет к тому, что обязательство Роснефти по поставке нефтепродуктов в Красноярский край, в частности, Красноярск нефтепродуктов, будет достигнуто за счет замещения. Лукойл или другие компании, эти объемы, они договорятся на своем уровне, они ведут такие переговоры. И есть заявление руководства Роснефти о том, что эти объемы они нам поставят. И поставят по ценам Роснефти. В связи с этим, я предполагаю, что такого серьезного скачка цены не будет. Твердо предполагаю, практика показывает, опыт уже работы на этом рынке имеется. Но 50-70 копеек на литр бензина, это, в общем, реальная вещь. И, скорее всего, какие-нибудь поставщики воспользуются сложностью в нашем Красноярском крае. Но больше я не прогнозирую увеличение цены. Во всяком случае, Красноярский нефтепродукт сделает все от него зависящее, с тем, чтобы такого повышения цены не было. А у нас есть такая возможность. Спасибо большое, Владимир Андреевич, что пришли к нам в студию. Спасибо за приглашение. Что у нас был в гостях председатель Совета директоров компании «Красноярский нефтепродукт» Владимир Суроткин. А у нас после небольшой паузы футбол. Чего же нам ожидать от сборной России? И мы ждем в гости президента футбольного клуба «Енисей» Виктора Кардашова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова